Конец сентября в Новосибирске это праздник для любителей музыкального театра. В нашем городе стартовал уже традиционный фестиваль «Другие берега». Его программу формировали эксперты «Золотой маски» вместе с руководством нашего музыкального театра. В афише шесть названий, шесть спектаклей, плюс вечер творчества ведущих отечественных композиторов. Уже само открытие фестиваля – событие. Только что отпраздновавший свое 90-летие Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии впервые приехал в наш город. И привез далеко не самый простой спектакль из своего репертуара – «Мистерию Белый Петербург». В советское время, когда были обменные гастроли, мы знали. Ну вот я еду на Украину, что надо? Ну надо побогаче показать, да. Были хорошие костюмы, петь и так далее. При Балтику мы могли уже сложный репертуар показать. Допустим, мы могли бы спокойно по тем рамкам показать Кричевского или Диана. А в Украине нет. В Новосибирске публика другая. Все-таки это с большим потенциалом интеллигенции и культуры соответствующей. Поэтому тоже есть варианты поиграть с репертуаром. Этот спектакль стал одним из открытий фестиваля «Золотая маска» 2017 года. Он получил 8 номинаций на главную театральную премию страны и взял две награды. Хотя сама по себе идея поставить мюзикл по одному из главных прозаических текстов русского символизма роману «Петербург» Андрея Белого кажется слишком смелой. Взялся за нее ученик Товстоногова Геннадий Тростянецкий. Музыку написал Георгий Фиртич. Тот самый композитор, что кроме симфонической музыки писал и для художественных и анимационных фильмов советских «Капитане Врунгеле» и «Айболите» звучат мелодии Фиртича. Тот спектакль, который питерцы привезли сегодня, и вы его увидите, привезли на двух еврофурах, он очень сложный в своем монтаже, в своем, так сказать, сценографическом содержании. Очень сложный. Очень сложный в оборудовании, которое используется. И нам приходилось даже брать в аренду много оборудования. Но поверьте, игра стоит свеч. Начинающееся как остро социальное повествование о стране, вступившей в трудную эпоху перемен, спектакль превращается чуть ли не в капустник с Гоголем и Петром. А потом и во что-то мистическое. Иррациональное, увлекательное, местами смешное, местами страшное. И при этом музыкальная история для новосибирской публики, конечно, непривычна. Но на то и был придуман фестиваль, чтобы открывать зрителям другие берега. Шесть лет назад второй фестиваль состоялся. И, конечно, год театра и национальный проект «Культура» позволили нам снова провести этот замечательный праздник новых музыкальных проектов в музыкальном театре. Организаторы решили очень плотно сбить программу фестиваля. В итоге он захватил не только сцену музыкального театра, но и дом ученых Саран, и дом актера, и камерной зоофилармонии, в котором прошел творческий вечер сразу шестерых композиторов, работающих в жанре мюзикла и опереты. Запись этого концерта вы сможете посмотреть 12 октября на нашем канале.